Всем привет! Тренинг Петербургской школы фигурного катания Юлия Кулебанова поддерживает идею ведения возрастного ценза в одиночном катании. В идеале было бы здорово, чтобы все соревновались по своим возрастам. Тогда действительно можно было бы выяснить, кто сильнее технически. Когда фигуристы взрослеют, отдельные вещи становятся делать намного сложнее. А в нынешней ситуации фигурное катание все больше воспринимается как детский вид спорта. У маленьких ни роста, ни весы. Они ничего не боятся, просто не знают толком, что такое боль. Мальчики могут научиться делать новые прыжки и в 20 лет. Девочки обычно что выучат до 14 лет, до своего гормонального созревания, с тем запасом и остаются. А дальше главная задача сохранить этот навык, может быть его усовершенствовать. Поэтому фигурное катание прежде всего женское и молодеет. Парни могут уже с силой, хотя сейчас и маленькие мальчики какие-то невероятные вещи начинают делать. Особенная ли методика Тутберидца, раз одна звезда за другой вспихивает. Прежде всего у нее больше возможностей. В Москве выбора значительно шире. Там больше катков, больше школ. Туда едут желающие заниматься фигурным катанием со всех регионов. И Тутберидца имеет возможность выбирать самых способных. А когда они еще тренируются вместе, то постоянно конкурируют между собой. Им приходится выживать среди таких же сильных, как они. И каждый день приходится выкладываться. Они все вынимают из себя каждый божий день, только чтобы остаться в этой группе. В итоге средний уровень в группе очень высокий. И кто-то один выживает, достигая максимум. Эта Георгиевна работает, конечно, хорошо. Но и у нас в Петербурге есть свои традиции. Мне кажется, мы тоже неплохо работаем. Только у Тутберидца на данном этапе получается лучше. Хотят ли к ней попасть наши воспитанники? Действительно, как никогда, большая утечка фигуристов из Петербурга в Москву. Раньше такого не было. Совсем маленьких детей родители на просмотр везут. Бывает, что приглашают столичные тренеры. Но редко. Сейчас сами все хотят к Тутберидзе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова